То, что я сейчас вам зачту, я вынужден зачитать, чтобы никто не понял, что это мой текст. Иначе можно быть как бы неправильно понятым. Вот если такие тексты у нас в социальных сетях, то Дирюлёва будет каждый день. Вконтакте это сеть. У вас есть помощники, пусть вам найдут эту социальную сеть. Вконтакте на наших глазах собирает толпу, сеть, которая в нужный момент выйдет на манежку. Мы с братом Назифом возвращались в метро, с мечети, с вечерней молитвы. В вагоне двое русаков не захотели уступить нам место. Точнее, они слишком медленно встали. За это мы их подрезали. Эти русаки визжали, как свиньи, захлёбываясь кровью. Вся остальная русня, как стадо испуганных баранов, сбились в кучу в дальнем конце вагона и даже боялись посмотреть нашу сторону. Правда, один старый седой русак, увешанный орденами и медалями, наверное, ветеран, пытался что-то сказать. Но брат Назиф швырнул его на пол, и мы долго били его ногами в живот, пока он не начал ссать кровью прямо на свои ордена. Когда поезд остановился, вся русня в ужасе выбежала на перрон, а мы с братом спокойно в пустом вагоне доехали до нашего общежития, швыряя во входивших русаков срезанными с пиджака обоссанного ветерана орденами и медалями. Аллаху Акбар! Это сегодня. На миллионы людей. С мая месяца висит. Когда, значит, это вот протестировал пост из одного из сообществ ВКонтакте. Россию там издевательски называют. Россиюшка, рашковатник, русских русня, свинорусы. А каждый пост заканчивает призывом. Накатим. Ведь русские это пьяные. Организаторы этой группы, они позиционируют себя как западники, евреи, мусульмане, украинцы и так далее. При этом не скрывают. Работают за плату. То есть оскорбление России и русских не является стихийным. Это четко организовано все. Целевая аудитория правые. Используется их националистическая символика, флаги. Артикулируются их страхи, что русские сдают позиции кавказцам. Весь Дагестан и весь Кавказ твой род, е. Цензурный глагол русский. Русня, свиная. Как вы вообще смеете называть себя народом, если вы являетесь нашими рабами и нас боитесь? Выродки скотоподобные. Те, кто не согласен, приглашают выйти на манежку. То есть призывают к противоправным действиям. Ну, политтехнологи пытались обратиться к руководителю соцсетей, чтобы, так сказать... Они понимают, что полянку кто-то взращивают. И аккумулируется определенный ресурс. А в нужную минуту это подорвет аудиторию по принципу вирусной рекламы. И это можно инвестировать во что угодно. От цветной революции, болотная, до погрома Бирюлева. Как угодно. Потом это можно объявить стихийным порывом масс, как в арабских странах. Конечно, кто читал, политтехнологи обратились к руководителю сети. Уберите эту информацию. Он отвечает. Значит, мы... Чтобы мы заблокировали группу, нужно, чтобы ее авторы открыто призывали к насилию. Оскорбляли честь, достоинство, религиозные взгляды конкретного человека. А то, что вы называете разжиганием розни, это всего лишь политические дискуссии. Напоминаем, что свободу слова никто не отменял. Вот, пожалуйста. Оказывается, это свобода слова. Так как они понимают свободу слова и политическую дискуссию ВКонтакте? Вот такую фразу они читают в политической дискуссии. Попробуй что-нибудь против Кавказа вякнуть. Хэ, ло, руснявое. Несензурное слово. Если, конечно, не хочешь обнаружить свою триперную мамашу, вы, ну, ю, воскорды и кишки, всем нашим землячеством. Вот это политическая дискуссия. Это, кажется, не оскорбление. Ну, подумаешь. Конкретного человека-то не назван. Это все чудовищно. Хотел бы обратиться к нашим национальным диаспорам и землячествам. Они согласны с этим? Чего же они-то молчат? Если не согласны, то это чудовищно. Если не согласны, они должны протестовать. Находить авторов этих постов. И не только соцсеть ВКонтакте, и во всех остальных. Хотелось бы к нашим комитетам обратиться. По информационной политике. По национальностям, по делам национальности. По безопасности. По общественным организациям. Наверное, есть зампредседателя Госдумы. Сейчас вводят омбудсмена по национальным вопросам. Надо и нашего зампредседателя Госдумы сориентировать на эти вопросы. Чтобы четыре комитета хотя бы раз в квартал собирались бы. И вырабатывали какие-то меры воздействия. Потому что сегодня поджечь толпу очень легко. И будет страшно. Чтобы погасить очаг Бюрюлёва, была мобилизована вся московская полиция. Вы представляете себе? Один очаг в одном регионе, где там может быть 2-3 тысячи собралось. А если миллионы выйдут на улицу? Успеет Кантемировская дивизия и Таманская подойти? Нет. И весь город будет в крови. Вы помните, товарищ один обещал, как сделать? И уехал за границу, когда возбудили уголовное дело. Что если будете мешать нам строить мечети, мы вас тут всех вырежем и всю Москву зальём кровью. И сбежал через два дня, когда понял, что могут срочно возбудить уголовное дело. Мы считаем, что мы у себя дома. Возможно, вы чужие. Мы у себя дома. И мы будем устанавливать те правила, которые нас устраивают. Хотите вы этого или нет? Любые попытки изменить это будут обольтаться кровью. Тут будет второе мёртвое озеро. Это не стихийное бедствие. Это же готовится уже. Вы видите, какие фразы? Геббис не мог так писать. Фашисты немцы так не писали. И так не оскорбляли русских. Как это сегодня происходит? Вот тот, кто говорит «Россия для русских», я, знаете, трудно удержаться, чтобы не давать характеристики этим людям. Это либо непорядочные люди, которые не понимают, что говорят. И тогда они просто придурки, 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 придурки. Россия настроена на мигрантов, на форсированное освоение ими основ отечественной культуры. В связи с этим требуется конкретизировать задачи перед правительством и руководителями регионов по созданию сети государственных адаптационных курсов для трудовых мигрантов и их детей.